А какие-то ещё вы брали продукты, Даша? Мёд, конечно. Мёд просто замечательный. Я вот сколько на сыроедении нахожусь, вот 7 лет. И 5 лет я покупаю только ваш мёд, потому что первые 2 года я пыталась найти тот мёд, который мне может понравиться по насыщенности, по вкусовой какой-то палитре. Ни один даже близко не стоял в сравнении с вашим мёдом. Я даже один раз у вас купила соты, они были в таких коробочках деревянных. Это было просто нечто. Я такого вообще никогда не пробовала. Это дикий какой-то мёд. А, это дикий мёд. Да, вы знаете, я нашим зрителям в этой связи тогда скажу. А, кстати, я даже не знал, что Кристина подтвердит, про это будет говорить, ну, про продукты, что у нас берёт. Вот я, как сказать, это вот есть и... Но я что хочу сказать, я вот прямо сейчас параллельно ищу письмо и сейчас зачитаю. Значит, одна наша... Так, ну, тоже она там, мои зрители, но дело не в этом. В общем, живут они в одном поселении в Алтае, на Алтае. И вот с её мужем общаются, с её мужем общаются старобрядцы, которые... Вот есть ещё, остались старобрядцы, которые вообще не общаются с миром. Но как-то там, духовно или как ещё, они вот с одним человеком только общаются, из внешнего мира, из вот с её мужем Марии, из экопоселения одного. Так вот. И появился очень интересный... Да, ну, сезонно всегда, вот сейчас уже в этой месте на Алтае старобрядцы собрали мёд. Внимание, перезимовавший. Кто не в теме, перезимовавший мёд. Это совершенно другая... Это лечебный, уникальный продукт, потому что проведя год целый, и тот, который пчёлы не съели, то есть остатки, а его очень мало всегда, там с дупла килограмма несколько, этот мёд просто целебен, там другое диастазное число, там он полностью ферментированный. Возможно, есть то, что учёные просто не исследовали, но по факту, разводя его в воде, закапывая в глаза, в дистиллированной воде, это старая ещё известная схема, проходит даже катаракта. Значит, так вот, у нас сейчас вот такой вот... Я спрашиваю, уже сняли мёд? От какого старобрядцы? Потому что у нас там несколько их. Вот она пишет, от Зосимы, да, потому что его очень мёд, ну, в общем, уникальный хороший мёд, так вот, из бортей, то есть бывает ещё и скалод, это просто борти, ну, то есть дикие дупла, там, назовём так, ну, выдалбливают, или дикое отверстие, то есть дупло в дереве, или это они просто делают, выдалбливают, ставят. Так вот, мёд из глубокой тайги от диких пчел. Вот он сейчас скоро появится, ну, как скоро? Ну, я думаю, с середины мая. А ещё с середины мая у нас появится, всегда бывает раз в год, с середины мая до июня, редко дольше, потому что, ну, быстро разбирают. Это мёд из одного экопоселения. Наш старый-старый знакомый делают вот каждый год. Это тоже перезимовавший в ульях. Ну, у них такие колоды, колоды, наклонные колоды. В общем, и у нас обычно к концу года, ну, то есть, вернее, не так, к концу сезона, ну, там, сентябрь, октябрь, у нас бывает до 10 видов дикого мёда. Причём, если вот по цене говорить, я даже башкирский мёд, где ещё сохранились, ну, потомственные мастера, которые используют борти тоже, дупла в Москве, они поставляют, ну, 250 евро цена, вот, даже была 5 лет назад такая, то у нас там цена за килограмм, ну, и 3000, и 3500, ну, как правило, не больше. А, 3-4 тысячи, я так и беру мёд ваш. А вот, да. И вот сейчас, вот, то есть, имейте в виду, будет особенно, понятно, полезны тёмные виды мёда, то есть, вот эти, ну, они бывают, их меньше и реже, это определённые растения, когда цветут, вот, но любые дикие виды мёда, из колод, тем более, из борти, тем более, тем более из борти, это, это уникальный лечо, его не надо есть много, его надо буквально чайную ложечку, тёплой водой рассасывая, запивать, и, кстати, даже, вот это, у меня есть такое видео, оно там набрало, по-моему, миллиона, по два просмотров, оно называется «Как растворить камни в желчном пузыре». Так вот, это старый-старый метод, некоторые, конечно, выпендриваются там, но это единицы, но те, кто свято верит в медицину, радуются от того, что кальциевые камни вообще не растворяются, они прям радуются, они хотят, чтобы так было, прям пишут именно так, что вот прямо они прям в это верят, и они, ну, короче говоря, для остальных людей, я просто привёл там только одно письмо, зачитал в этом видео, но оно настолько, оно мне пришло в своё время, лет 10 назад, в мой блог, юфролов.блог, ну, сайт главный, и я просто его зачитал, когда весь желчный пузырь был в камнях, и женщине операцию срочно, говорили, что надо, но она вот стала по моей, я, в общем, не знал этого даже, не то, что я советовал, нет, она просто вот стала, нашла где-то моё видео, и стала так принимать, вот правильно запивая вот этим стаканом, полутора вернее, потому что свинкер открывается между желудком и кишечником от 200 грамм, ну, вот где-то полтора стакана надо, это надо выпить быстро, минут за пять, рассасывая ложку вот такими движениями, языком там, разбивая как бы в воде, в тёпленькой, чуть тёплый, мёд, и проглатывая, и вот она так делала, и вот у неё полностью рассосались, и не только у неё, у тысячи людей, но я хочу здесь что сказать, мёд, мёду рознь, и вот если это дикий мёд, и это происходит и быстро, и как правило всегда, вот говоря только о камнях, но делают не только в них, тот состав, там нельзя только анализировать по минералам и витаминам, это будет очень неправильно, там энергетика, там то, что мы не можем научно объяснить, многие вещи, то есть понятно, что там уникальный состав и минеральный, и витаминный, но там минус один сахара, и вот тут только для тех, кто действительно на жёстком кето, там разные варианты кето диеты есть, это конечно проблема, но я говорю всегда так, считать надо, чтобы было не более 25 грамм, а если у вас масса тела большая, 30 грамм чистого сахара в день, получаемого из всех продуктов, съедаемый человек за день, чтобы из кетозы не выйти, ну это для тех людей, я только говорю, тогда надо учитывать и это, просто посчитать, сколько в том числе в мёде чистых сахаров, то есть фруктозы, глюкозы, сахарозы, вот, и проанализировать, чтобы остальные продукты, которые вы за день потребляете, не вывели вас за предел 25, поэтому есть можно что угодно, я говорю, а можно это есть, меня спрашивают, я говорю, поймите, главный алгоритм, который я даю, там не важно, что вы едите в этом смысле, а чтобы не превысить эти 25 грамм, что вы для этого сделаете, что вы будете есть, вот главное, а поэтому можно и мёд, да хоть что угодно, просто посчитайте, сколько там сахара, ну а для остальных людей скажу, что конечно, уж лучше, если вы едите что-то сладкое, я не говорю про тех, кто ест там пирожные, тортики, про это вообще мы не говорим, а кто только, например, натуральные там, ну ест всё подряд, ну или там сыроед, или там веган, допустим, но может и фрукты, и то еще пять, вот я так скажу, лучше вы что-то не съешьте, чтобы все-таки избытка сахаров не было, тем более, если это пища какая-то, синтетические сахара, это вообще, а съешьте натуральный мёд, а то едят какие-нибудь казинаки печенья, да там сахар рафинад, ну ё-моё, ну гадость эту уберите, съешьте натуральный, чуть-чуть мёда, чайную ложку, не надо как там вот чайную, столовыми ложками, это очень неправильно, а вот именно, уж если есть, то тогда в концентрированном виде, чтобы были полезные вещества, и совсем немножко, его и много не надо, там чайную ложку. Абсолютно точно, я больше чайной ложки в день не ем этого мёда, потому что сам организм говорит, недостаточно, то есть он как будто наливается чем-то. А знаете, я так скажу, там ещё принцип гомеопатии, ведь гомеопатия лечит-то не вещество, по сути, а та информация записанная, по сути, то есть информационное воздействие, ну это то, о чём Горяев говорил, и вообще, понимаете, это то, что это есть, это ну послушайте, ну заговоры на воду, что не было, и что никто не помнит те истории, я понимаю, что сейчас уже век искусственный, когда уже и отцы с матерями уже ничего не передадут, никакие истории из поколений, но ещё это можно найти, и это истинная правда, то есть такая же, как мы, то, что сейчас вы слушаете эту лекцию, то, что я вам сейчас что-то рассказываю, такая же истинная правда, и то, что наговоры, заговоры, шёпоты, и вот то, что воду ступит, а лочь, вот это всё от чего выражения пошли, естественно, были и бабки заговаривали, зуб проходил больной, например, да, там боли, это что, нет? Да, в детстве бородавки заговаривали, у меня они прошли. Абсолютно, абсолютно, и это как воздействует, спрашивается, что, веществом каким-то? Нет, ну, если мы только в философию не полезем, что слово тоже материальное, это часть материи, я говорю о том, что это вот не вещество, по крайней мере, да, значит, чем? Спасибо, что про мёд сказали, я не знала, про май, июнь, вот буду учитывать это обстоятельство. да, и вот этот мёд, а поскольку он хранится вечно, то его можно там, некоторые так и делают, закупят, чтобы на весь год, потому что он быстро кончается, такой мёд, то есть вот две волны, вот сейчас в мае будет, и прям там, да, и будет это снятый, перезимовавший, а осенью уже будет тот новый, который снимают за весь год. А, и ещё, вот эти мёды, которые, вот сразу скажу, и вам это тоже будет важно, и всем зрителям, я очень не советую потреблять мёд, акации, липы, и начинают перечислять, там только вкус. Дело в том, что, во-первых, монокультура, как правило, основную часть, там, понимаешь, что там и другие цветы, пыльца, но дело в том, что мёд несозревший, вот есть такая штука, и не просто так, поверьте, это медовый спас. Абстрагируясь там, от религии, да, речь, это наблюдение русского народа, и, так сказать, дело в том, что именно тогда созревает, более-менее ферментируется мёд, и то не до конца, но это уже то число, вот 19 августа и после, когда мёд только тогда можно есть, и он более полезный, а тот мёд, который перезимовал, его осталось, я так скажу, мёд, говорят, это я уже не знаю, но мне говорили, кто этим занимался, вот мои старые знакомые, что тот мёд, который оставался два года в языках, но потом его давят, который дважды перезимовал, то есть две зимы, он там даже рак лечит, там, я говорю, минус сахар, потому что это противопоказано тем, у кого онкология, но всё остальное, и там просто мне чудеса, раз я даже об этом говорить не хочу, но, так сказать, он уникальный, редкий, его практически, ну так, для себя, но там остаётся какие-то граммы, там, да, у людей, где-то язычок в углу, они замечают его, он остаётся на следующий год, и ещё перезимовывают тогда, но это так, поэтому, дорогие товарищи, пользуйтесь случаем уникальным, перезимовавший мёд, это лекарство. Да, абсолютно верно, я подарила баночку вашего дягилевого мёда одному человеку, у них вся семья каждый год зимой болеет, он, жена, двое детей, и вот в этом году, вот как только я подарила мёд, они начали его употреблять, тоже по чуть-чуть, я сказала, что он полезный, у него большое диастазное число, они по чуть-чуть его употребляли, и он сказал, после того раза, как ты подарила мёд, мы ни разу, говорит, не болели, первый раз такое вообще. Да, и это точно дело не только в витаминных минералах, нет, конечно, потому что мёд по нему не рекордсмен, тут дело в другом, что мы, вот научно это нельзя объяснить, но что-то тут есть. И я что ещё хочу сказать, что насчёт мёда, ну, знаете, а есть ещё один нюанс, вот тут всё-таки к слову скажу, мне Жданов рассказывал, что раньше, ну, Владимир Георгиевич, что, значит, вот он выписывал, и вот эти журналы в советское время, пчеловодство, да, были журналы, а там некрологи в конце были всегда, такие вот, ну, там, это как клубный такой журнал, можно современным языком сказать, там вот кто-то умирал из пасечников, известных там, да, в 110 лет, 105, даже в 115, то есть там просто, ну, вот что-то тут, вот, конечно, это не просто так и старобряться здесь, опять-таки, ну, там без мёда никак, это единственный источник сладкого в тайге, понимаете, там вообще же, так сказать, фрукты, и то, ну, там что-то ограничено совсем, и то по сезону, и почти, ну, яблоки, персики, абрикосы, да, дорогие друзья, не удивляйтесь, есть такие, у меня есть такие, растут, например, сорта персиков и абрикосов, которые минус 40 выдерживают, и есть и минус 50, поэтому это всё действительно есть, и хурма вергинская минус 50 держит, третья зона климатическая, так что всё это существует, просто вы не знаете, ну вот, ну ладно, тогда вот на этом, пожалуй, и завершим на сегодня. Да, спасибо. Спасибо, Кристина, да, всего хорошего, в общем, жду от вас, если что, какие-то там письма, ну, а видео выйдет, вы уже, соответственно, это увидите, не пропустите. Хорошо, всё, всего хорошего. Всего хорошего, до свидания.